Сегодня, потому что здесь собрался народ Божий на конференции. Спасибо, пастор Валерий, что пригласили, дали возможность послужить народу и всех вас видеть. Вот приезжая к вам, удивительным образом еще раз и еще раз нахожу, что вы очень модные люди. Я сейчас больше обращаюсь к сестрам, потому что удивительным образом, поверьте, я все-таки немного езжу, вот здесь как-то чувствуется, что есть сестры, у которых особый вкус. Потому что как-то одеваются, вот здесь сестричка в такой шапочке, она просто вот вся Англия ей бы позавидовала, потому что сама королева примерно в такой же ходит. Поэтому здесь удивительные у вас какие-то кофты, прически. Каждый раз я вижу, что вы готовитесь к этому. Какие-то у вас сережки, кто-то там прическу делает для таких собраний. Это прекрасно. Если бы не вы, наша жизнь была бы скучной и серой. Поэтому давайте, братья, поприветствуем наших сестер. На этом мы славы. Дай мне славу и вас, господи. Мы вас любим, ценим, замечаем и хотим вам также и послужить. И дай Бог, а сестры тебе могут сказать аминь. Пусть братья служат. Не только Господу, но и женам своим, да, сестрам своим, детям своим, да. Что ж, я все хочу найти часы в этом зале, но, скорее всего, не могу их найти. Счастливые, кто с голодать часов не замечает. Кто сегодня счастлив? Слава Богу, Господу. Все остальные могут сразу пойти домой, а остальные все прибыть могут в счастье. Не идите домой, если вы несчастливы, потому что Бог хочет вам дать это счастье. И счастье истинно в том, что человек познает Бога, вкусит Его и увидит, что Он благ. Аминь. Конференция – это не воскресное богослужение, если кто знает. Конференция – это больше такой, знаете, рабочий процесс, где мы уже, может быть, даже не приходим хвастаться своими галстуками, или, да, красивыми рюкзаками, и пробрать. Поэтому я некоторых из братьев вижу здесь в джинсах, вижу даже в спортивных одежде, в спортивной форме, в кроссовках. Мы пришли сюда работать, мы пришли сюда заниматься. Поэтому правильно будет, если у тебя будет рука в Библии открыта, у тебя будет записная книжка, у тебя будет ручка, у тебя будет возможность сделать записи. Конференция, семинары – это возможность нашего труда. Это там, где мы учимся. Там, где мы что-то записываем, вбираем, вбираем себя в свои сердца, в разум, и, приходя домой, мы рассуждаем над этим. Нам в домашней группах мы потом начинаем обсуждать, мы смотрим, как я могу это применить в своей жизни. И то слово, которое Бог проговорил Духом Святым, в наш дух, я так понимаю, что в этой кафедре нужно быть очень худенький, проповедникам. Здесь, как я понял, брак полного Евангелия уже не поместится. Поэтому, Влада, я еще вмещаюсь, слава Господу. Поэтому мы проверяем и испытываем это слово, и смотрим, как нам его применить в своей жизни. Если Священное Писание, которое у нас есть, у вас есть в ваших руках, мы просто используем как книгу для получения информации, то мы уже лузеры, мы уже потеряли. Всего лишь что-то... Я тоже читал географию когда-то, да, в учебниках. Но я географом же не стал. Да и тем более, когда я читал, я все время мысленно играл с друзьями в футбол. Я читал даже вслух, чтобы мама на кухне услышала, что я все-таки прочитал географию. Поэтому, конечно, теперь мне иногда стыдно бывает, когда меня спросят, где что, или я что-нибудь скажу, типа, что в Иране есть свое море, там все свеются с меня. Потому что в Иране, оказывается, нету свое море, только в Ираке. Ну, в общем, да и то не помню точно, где как. Поэтому они говорят, нет, но поправляют наши моряки, которые в Средиземном море ходили. Слава Богу, что у нас есть люди с высшим выражением церкви. Скажите, Али, что не все мы двоечники, да? Но, о чем Павел говорит, давайте посмотрим, братья, кто из нас кто? Хуй из хуй, как говорится. Немного из нас сильных, немного из нас мудрых, немного из нас, в общем-то, знаете, облагороженных. Берет ничего не значащее, не мудрое, не сильное, и подставляет. Это не значит, что мы, как бы, вот, тем, видимо, писанием, как бы, игнорируем людей с высшим образованием. В нашей церкви мы начали поощрять детей, которые учатся на отлично. Ну, и также начали поощрять детей, которые учатся на одну четвертую, заканчивают год, или даже на дверь. Потому что, если мир дает им золотые медали, то как церковь должна бы реагировать, была бы на это? Мир и то почитает их какой-то определенной наградой. Как мы прославляем Бога? Мы принесли пожертвования, мы служим в Царстве Божьем, да, мы почитаем Бога. А как это могут сделать ученики? Все, что они могут делать, это будут отлично учиться. Пусть они своими оценками прославят Бога. А церковь, пусть это отметит не только родители, да, потому что мы верим, что церковь, это тоже семья. Да, это тоже семья, это тоже семья, которая должна была бы оценить. Поэтому мы это делаем. Поэтому мы учимся. Пока мы живем, мы учимся. Как-то в интернете прочитал, даже в интернете прочитал, а потом мастер Валерий прочитал на холодильнике. Три самые главные вещи. Там, там, одно, второе, пятое. Три вещи, которые можно потерять, честь, совесть там. Три вещи, которые нужно приобрести, знания, мудрость, друзей. Три вещи. И потом еще что-то, перечисление такое хорошее. И потом маленькая подписка. К сожалению, пока человек это поймет, может пройти вся жизнь. То есть, что можно, что не надо терять, что надо приобретать, что нужно. Поэтому, поэтому благо, что у нас едут сюда. Можно сказать аллилуйя. Вы знаете, мы живем в долине, долина называется граблей. Я не знаю, я не встречал. Я, наверное, не такой мудрый, чтобы вот, хочу какую-то другую дорогу. Я говорю, долина и граблей. Но, моя туда на молитву, Господь, дай мне наступить на грабли, хоть, по крайней мере, хоть один раз, чтобы научиться из этого. Поэтому, читая Священное Писание, мы должны были бы учиться, для того, чтобы применить это священное. Слово в своей жизни, я думаю, могло бы сделать эффект. Потому что, слово дано нам, да, и потом написано, что слово стало чем? Плотью. Поэтому, если будет только слово, я на плотью не станет, то, что с тобой? Ну, ты умный, я дурак, ну, что и все, и разошлись. Но, если слово становится плотью, тогда в этом есть эффект. Если слово, которое мы имеем в своих руках, если мы, слово, которое мы читаем, оно все-таки трансформируется и преображается во что-то большее, тогда есть смысл в этом быть участником, быть сообщником того. Потому что, это не просто слово, и Бог нам дал еще веру. Поэтому мы можем верую принять, да, и верую мы можем дать. Верую мы все приобретаем, верую мы все отдаем, верую мы сходим на горы вместе с Господом, да, и там можем с ним парить. И это все Божья заслуга, скажи аллилуйя. У нас потрясающая конференция освящения Дома Божьего, глубочайшая тема, прекрасное вступление, прекрасная первая сессия. Пастор Руфус рассказал о том, что освящение это воля Божья для нас. Аминь. То есть, если Бог хотел бы относительно народа своего что-то увидеть, Он хотел бы увидеть освящение. Он хотел бы увидеть, но что мы освящаемся, будьте святы, как отец мой святый. То есть, Иисус задрал эту планку так высоко. Поэтому каждый раз, когда мы будем смотреть на эту планку относительно того, кто я, мы будем не дотягивать туда. Никогда. И никогда, наверное, даже и не дотягиваем. Потому что иначе мы должны были бы хвалиться своими делами. Смотри, Господь, сколько я сделал для тебя. Поэтому я, скорее всего, наверное, освящаюсь. Но когда мы будем смотреть и лицезрить Христа, тогда мы можем увидеть, что он дотягивает, потому что Он живет внутри тебя. Тогда я дотягиваю, потому что Он внутри меня. Поэтому мы на лозе и мы, к сожалению, да, дикая, но привитая маслина. Пусть дикая, но привитая. Поэтому спросил соседа, ты привит? Я не говорю сейчас за привитки от острова. Я говорю, привит ли ты ко Христу, который есть в лозах. Но если ты не привит от острова, то обратись быстро к врачу, потому что это тоже чревато. Но если ты не привит ко Христу, то чревато вдвойне и втройне. Аминь. Аминь. У нас немного времени, но у нас вечность впереди. Могу слышать, я аллилуйя. Итак, Евангелие от Луки. Я уже думал, пастору, все мои проповеди, все, что я тут подготовил, все заберет. Я уже думал, что-то еще без писания про сердце осталось. Потому что практически весь и стрелял, весь вновь и зовет. Молодец. Слава Господу. Но что-то все-таки осталось. Евангелие от Луки. Об этом немного говорили. Но я хочу сделать некоторые акценты на блудном сыне, который ушел из дома. Поэтому мы вместе давайте посмотрим Лука, 12 глава, в моей Библии, это 85-я страница. И посмотрим на некоторые моменты, на некоторые глаголы или действия этого сына. Кто знает притчу о блудном сыне? Есть такие? Да. Есть таких в зале, кто вообще никогда не слышал притчу о блудном сыне? Нет? Да? Все знают? Ну что? Или вам стыдно понять? Знаете, когда я попал в первый класс, сейчас мой сын для того, чтобы попасть в первый класс, сдавал экзамен. Я такого, знаете, я когда услышал, я был в шоке. Конечно, я хоть с одного раза заплачал школу, но я пошел как бы в школу, ну, чтобы учиться. А сегодня дети приходят в школу для того, чтобы за экзамен, чтобы в нее попасть. То есть, я, конечно, был без куража, но придя, помню, в первый класс, учительница говорила, спрашивала, кто знает букву? А, дети, поднимите руку. Ну, я тоже смело так это, как полагается, там вот так мы сидели, вот так руку поднимали. На четвертой букве я уже просто начал поднимать руку, потому что все поднимают. Потому что коллектив это дело серьезное. Но перед Богом мы каждый будем отвечать. И так дальше. И по всем буквам я просто тоже так поднимал, потому что, ну, все поднимают, они уже не подняли. Это все подняли. Но когда мы будем в Царстве, и мы уже в Царстве Божьем находимся, оно внутри нас пребывает, мы должны быть релевантными тому вопросу, который исходит от истины. Бог есть истина, тогда когда он спрашивает, он спрашивает истину. Да, тем более мы знаем, что мы себя давно не можем, тем более Бога. Поэтому если ты чего-то не знаешь, пред Богом будет просто честным. Поэтому он спрашивает, как твое имя? Как твое имя? Им нужно ответить. Мое имя Яков. И еще сказал Иисус некоторую историю, что было у некоторого человека два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую ему не часть имения, и отец раздал им имение. То есть, младший спрашивал, а им раздали. Второй не спрашивал ничего. И как мы понимаем, что это был старший, потому что младший, то есть, написано младшим из них. Младший попросил принадлежащую Богу часть имения, и отец ему дал. Теперь быстренько притчу 20 главу открываем с вами и видим, так сказать, отрезвляющее местописание для многих из нас. Давайте, кто первый откроет, да, сыновей из них, то пусть читает. Потому что у меня, 20 глава, 21 стих, потому что у меня эти притчи потерялись. Мои книги. Так, кто первый? Наследство, поспешно захваченное в начале, благословится впоследствии. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. То есть, в будущем благословения не будет. То есть, кутишь тебе с маслом из всего того, что ты заимел, хотя и по праву, но преждевременно. Получил деньги, они начали сжечь кипеляшку, пошли, начали идеи разные, куда их вложить, что с ними сделать. И что мы видим? То есть, вместе с вами пробежаться быстро по некоторым всего лишь пунктам, всю притчу не будет возможности разобрать, потому что много хотелось бы вместить в маленькое это время. Ступени падения сына, выход сына из дома Божьего. Находящие в Иерусалиме освящаются, находящие в храме освящаются, находящиеся в Боге освящаются, Бог внутри нас есть источник освящения нашего. теперь, если я ухожу из дома Божьего, если я ухожу из Иерусалима, если я отхожу от Бога в поиске Его лица и в взаимоотношении с Ним, то это не Божья проблема, что я становлюсь отступником. Это моя, потому что я отступил, и Бог от меня отступил, но я отступил от Него. Мы не посмотрим, как младший сын начинает путь своего упадничества, да, или от падения, скажем так, или отшествия от благодати. Он попросил отца, чтобы он дал ему надлежащую или предотлежащую ему часть. Мы даже сегодня знаем, что в имение, да, или скажем, не преданное, в наследство можно войти только по смерти завещателя, да, как мы вошли по смерти Христа, его завещания, поэтому все в Христе обетование, да, и Аминь, стали нашими обетованиями через познание их, да, и таким образом нам откроется, да, дверь в царство к Господне, ну, слава Богу, это вы знаете. Так, смотри, и смотрим, он начинает вопрошать, то есть, человек знает, что ему принадлежит, но он, он, а, можно выявить вот эту притчу 20-21, но он преждевременно хочет взять то, что ему принадлежит по праву, но преждевременно хочет это восхитить, то есть, он хочет опередить время, знаете, вот пока мы молоды, это свойственно, пока мы молоды, мы хотим все очень быстро, мы хотим просто-напросто с такой великой скоростью, причем лучше мы еще завтра, можно стать богатым, можно, а можно завтра уже стать, вернее, вчера, можно вчера еще стать богатым человеком, то есть, я хотел бы стать, я хотел бы стать миллионером, можно вчера уже стать, то есть, человек не хочет прикладывать много усилий для того, чтобы восхитить то, что ему принадлежит, почему бы это не войти, как сказать, легким путем, причем желательно, чтобы это произошло завтра, чтобы тебе уже не переживать, не болеть, там, не работать, и не трудиться, и не потеть над этим. Итак, мы видим, что он знает, то есть, человек Божий, человек христианин, теоретически, он может знать свои привилегии во Христе, но, войти в эти обетования, он желает поспешно, поэтому, куда торопишься? Торопишься, что ли? Списишь, что ли? Куда спешим, братья? Куда спешим, сестры? Поэтому, первое, что ты должен был себе записать, это, не торопись, не торопись, Божье должно прийти, в Божье время. Помните, Иисус сказал, какое ваше дело, знать времена и сироги? Ты живи, ты разреши естественному процессу быть в твоей жизни. Что ты можешь сделать для того, чтобы яблоки на яблони выросли быстрее? Можно, конечно, залезть на ветки, начать трясти их, да? Можно провозглашать, вы, Иисуса, я вижу большие яблоки, он вкусил, ай, кислота, а потом раз он вкусил, в дне, я верю, что они хорошие, я вижу глазами веры, а то же это кислятина, это не кислятина, это вообще сахар. Зачем вот, зачем обманывать себя, прикрываясь обетованиями, или тем оружием, или теми, знаете, принципами, которые Бог дает в царстве своем, покрывает свое невежество? Нежелание учиться, нежелание иметь, брать с собой Библию в церковь, нежелание брать с собой, да, книжечку для записи, какую-то рабочую тетрадь, ручку, я и так все знаю. Я спрашиваю одного ученика, я говорю, где твоя тетрадь? А где твоя тетрадь? Ну, ручка. Он мне показывает, что у него все здесь. И он мне напоминает меня самого в детстве. Я ходил, у нас было модно в школу ходить с прозрачным полиэтиленовым пакетом. Я не говорю о ранцах, я не говорю о сумке, о портфеле. Прозрачный полиэтиленовый пакет с такими ручечками. Абсолютно просто. И в нем нужна голая только очень тоненькая за две копейки. Одна зелененькая такая тетрадь и одна ручка. И это должно быть прозрачным, чтобы все видели, я на линке. И у тебя пол тетради для одного предмета, пол тетради для другого, перевернут тебе еще для одного предмета, еще раз перевернут, еще для другого предмета. У тебя пол тетради все четыре, а то и восемнадцать предметов, которые ты изучаешь. А кто ученик, ты спрашиваешь, носит сосет, зачем? У нас сестры есть, у нас свечок есть, пусть они носят. Поэтому, кто сегодня, так сказать, у колыбели, тот сегодня качает или правит миром. Бог усмотрел так, чтобы я, наверное, много не имел мозгов, иначе бы не уверовал. Но, насколько я не очень много их имел, то жизнь моя прекратилась, так сказать, цвести уже к двадцати четырнадцатым годам, и я пришел к Господу. Слово ему. Итак, мы видим, что он делает. Как он сказал, не торопись, и войдешь в свое, в, в, в Божье время. Не надо торопить Божье время. По отшествии немногих дней, младший сын собрал все. Так слово, собрал все. Собрал все, но он собрал все это для себя. Вот ты для кого собираешь? Ты в Царстве Божьем, ты в семье, вот ты для кого собираешь? Это все-таки для тебя, или это все-таки для кого? Мы собираем все. И наши эгоизмы, и пока мы молоды, эгоизма больше, он собирает это все. Все, что у него есть, он собрал. Не прошло и много дней, потому что деньги начали быстро наводить его на новые откровения, на новые идеи. Что можно было бы с ними сделать? И дальше мы читаем, потому что он пошел в далекую страну. В далекую страну, или другими словами, он свой грех хотел спрятать далеко. Далеко от Дома Божьего. Далеко от присутствия Бога. Так далеко, чтобы даже запаха не было, чтобы кто-нибудь когда-нибудь узнал. Делать это под покровом ночи. Что ты делаешь ночью? Никто не видит, что ты делаешь в ванной комнате. Никто не видит, что ты делаешь на кровати. Никто не видит, что ты делаешь там на работе, тогда, когда начальник отвернулся. Никто не видит, что ты там предпринимаешь у себя в магазинчике, в котором ты работаешь, когда смена закончилась. И что-то осталось лежать вроде бы как безхозяйственно. А поскольку ты истинная хозяюшка, то прибирается все ненужное, якобы нам уже дома нужное. Потому что здесь оно не нужно. Он идет в далекую страну. Исайя 29 глава 15 стих говорит о том, что он спрятан, чтобы спрятать грех в глубине. Разве может человек подумать, или человек иногда обманывая себя, думает, что если это сделал где-то тайно, то вроде бы никто. Ну пастор же не видит. Ну жена же не видит. Ну там братья и сестры, они же не видят, поэтому может от большого взять немножко. Это не воровство, это всего девежка. Поэтому мы начинаем оправдывать свои вот такие действия, в которых мы живем. И Библия говорит, что он расточил свое имение, то есть он живя распудно. То есть следующий принцип, потому что даже имея деньги, имея какой-то достаток, который ты вошел не по времени, тем не менее ты распорядиться им мудро не можешь. Потому что ты преждевременно в него вошел. У тебя нету, у тебя не сложились еще вот эти шарики и ролики для того, чтобы было бы упорядоченно выстроен какой-то маркетинг план. Потому что ты даже не соображаешь, тебе кажется, я сходила на презентацию Ауэй, и я поняла, это мое. Потому что мне такое нарисовали, такое видение. Я как бы сам пользуюсь этой косметикой или химией, что там они делают. Я как бы не против этой фирмы, я против того, что люди эмоционально попадают под влияние харизмы, а она не только у проповедников. Потому что каждый свое проповедует, я имею в виду проповедников Слова Божьего, потому что есть проповедники Ауэй, есть проповедники Фепси Колы, есть проповедники Сони, есть проповедники Айпадов, Айфонов, там, кого угодно. потому что кто-то что-то проповедует по-любому. И ты, что ты клиент, ты просто человек, которого можно сейчас воплечь в свои ряды и сказать тебе, что ты станешь обладателем своей мечты. Если у нас мечта, покопайтесь внутри. Что ты видишь за твоей грозой? Закрыл глаза, я вижу такое прозрачное, синее, зеленоватое море. Вот такая пальма, вот такая, как опустилась, такой ручесарный берег, и такой жезлонг, я на нем качаюсь. Я даже чувствую ветер. Я просто, что вот, вот. И моя мечта сбудется. Да, она сбудется, если ты станешь в наши ряды. У тебя будет правая нога, левая нога, влевая ноге будет 15 человек, правая нога будет 20 человек, правая нога будет капитировать левую ногу, потому что здесь 15 будут работать еще за ногу, дойдут свои ноги, и поэтому тебе будет, пожалуйста, идти пассивный доход. Пассивный доход? Что это? Пассивный доход, это ты что, ничего не делаешь? Да-да-да, мечта, мечта. И деньги сами идут к тебе. Каждый бы хотел бы такой бизнес. Вы не хотели бы? Чего вы смеетесь? Есть честный, Александр? Один есть честный, второй поднял руку и начал чесать голову. Вы же не знаете, что за подвох у пастора. Да я сам поднял. Если честно говорить на эту тему, мы не хотим так много работать, да, и много мы хотим получать, но не бывает такого, друзья. Поэтому по-любому придется пахать. Не верите? Я вам сейчас докажу. Слово Божие вам это докажет. Катан прожил все. Настал великий голос в твоей стране. И он начал нуждаться. Пошел, пристал, как бы мой житель из страны той. А тот послал его. Взял это. Да пошел ты. Куда? Куда? К свиньям пошел. И он рад был. То есть он послал его на поля свои пасти его свиней. Все равно придется пахать. Все равно пришлось работать. Он думал, что он сейчас из Иерусалима уйдет. От отца родненького уйдет. Денежку заимеет и не будет работать. Вложит деньги в разные инвестиции и будет там капать, будет само как-то вот приходить это все. Но он увидел, что его обманули. Ему то, что пообещали, не дали. Деньги куда он вложил, они почему-то сгорели. А почему сгорели? Вы понимаете, в нашей компьютерной системе, где наши вот были инвестиции, утром мы обнаружили, что нету галочки. Вот такой маленькой, знаете, такая-то-то-то маленькая галочка, что деньги забронированы. Галочки нету, они стали не бронированы. Поэтому они все сгорели. Но у нас есть для вас другой план. Если мы еще вложим 15 тысяч, то мы очень быстро сможем вернуть те, которые даже с карточкой сгорели. Вы поймите, что не только у вас сгорело, у нас тоже сгорело. Сколько у вас сгорело? О, всего лишь 20, а у нас 20 миллионов. Но мы не просим, чтобы вы сострадали, но мы просим, чтобы вы вложили в нас. И тебя снова и снова накручивают на одну и ту же пластинку. А пахать все равно придется. Так лучше, друзья мои, братья, сестры, лучше пахать в доме отца, чем у чужого дяди, тем более со свиньями. Понимаете? Когда Иисус говорил эту притчу, Он так ее смаковал. Вот мы, да, вот мы не понимаем, что такое свинья. Для нас хрюля, это же сало! Який же хлопец, не лупый сало, да? Что ж мне вот там тримать? Сало, как сало. Повыло, и отстало. А что такое для евреев? Юля, это все! Это от души свет! Жизнь заканчивается! Ты ешь нечистое, ты расхвернил себя, у тебя, у тебя меняется генный год. Внутри ты уже, когда будешь спать, то проснешься, звуком... Что это было? Кто-то храпел или хрюкал? Хрюкал, хрюкал! Уже захрапел! Уже все, уже хрюкаешь! Кому-то говорю, что такое для вас незнадолго из-за этого. Знаете, когда Иисус говорил о свиньях, говорить евреям о свиньях, это вообще страшная тема. И тогда, когда Он говорил, Он хотел довести о том, что по-любому придется трудиться. Отступник будет трудиться все равно, все равно на каких-то полях ты будешь трудиться. Иисус сказал, все равно кому-то придется поклоняться. Дьявол, когда пришел к Иисусу, Он сказал, да, вот все это, все, что ты видишь, все это я дам тебе. Только, Батче, поклонись и служи мне. Все равно кому-то придется служить и все равно кому-то придется поклоняться. Это будет или ты, я, или это будет я, вот этими руками, эту куду, эту куду, или это будет какая-то идея, там чья-то, или это будет какая-то фирма, или это будет дядя, или все равно на что-то придется работать, на кого-то придется работать, кому-то придется поклоняться, кому-то придется служить. И Иисус, когда третий раз к нему подошел дьявол, и он сказал «Откадет меня садат, ибо написано так же, Господу Богу твоему служи, ему одному поклоняйся, и дьявол оставил вас». Почему, например, он не оставил его на второй раз? Почему не оставил его, например, после первого искушения? Почему именно после третьего? Потому что, когда он дошел до сердцевой истины, до сути, ты чей раб будешь? Чих холлов ты будешь? И Иисус понимал, что вся его жизнь зависит от Отца. Он от Отца пришел. Он к Отцу возвращается. Поэтому Он говорит «Ты приходишь искушать меня вещью, которая мне известна уже издавна, что я Богу служу, и я Ему одному поклоняюсь». И тогда Иисус, когда он понял, что «Я этого пацана не взять просто, так голыми руками». Потому что Он суть бьет. Конечно, Иисус и есть Самое Слово. Он имеет глаголы жизни. Поэтому, как не Иисусу было бы знать Священное Писание, Он Сам и есть Слово живого Бога. Поэтому, Он сказал, суть, суть всего христианства. Кому ты служишь, и кому ты поклоняешься. Пацану пришлось по-любому поклоняться одному из жителей той страны. И однозначно, ему пришлось работать. И Библия говорит, он хотел, он хотел бы наполниться радостью. Он и рад был, 16 стих. И Он был бы рад наполнить чрево своими рожками, говорящие о радости от того, что чрево твое набилось хавчиком. Просто бы похавать что-нибудь. Просто бы что-нибудь вкусить. Это не радость на прибытие с друзьями. Вау, посидели. Вау, какие прекрасные лица. Я снова вас вижу. Я вижу пастора Игоря, я вижу пастора Валентина, вижу сестер здесь, братья. Это просто пожрать бы что-нибудь. И от этого испытать радость. А тогда, помните, да, когда Он потом попадает в дом, Отец накрывает вот такую поляну и говорит, пришел пир. Великая радость тогда наша. Потому что один сын вернулся. Он был мертв, теперь он ножен. Он был слеп, теперь он увидел. Да, он был хромой, теперь он стал ходить. Да, он не понимал, теперь он начал понимать. То есть, Он пришел в сознание. Он ожил через то, что сам прошел свою долину граблений. Если вы правильно читали или внимательно читали эту притчу, то вы заметите, что она не имеет конца, она не заканчивается. В ней нет конца. То есть, логического, если первый, во второй конец есть, то в третьей притче конца нет. Она обрывается непонятно. Потому что остается еще сотни вопросов. Что произошло с этим сыном? А что произошло со вторым сыном? Со старшим? Куда он? Почему? Что с ним произошло? Так зашел он в дом или не зашел он в дом? Понимаете, каждый должен ответить на эти вопросы сам. Но сегодня я хочу говорить к вам о том, что в Исаии, в первой главе, есть удивительное место, 27-31 стих, «Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его, сыны и дочери, они правдою спасены будут. Всем же отступникам и печникам погибели, и оставившие Господа истребятся, они будут постыжены за что? За дубра. Они будут постыжены, которые столь вожделенно для вас, да, они прельстили и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Это не тот сад, в который ты вошел, да, по наследству, это сад, в который ты сам себе избрал. Я хотел бы быть здесь. А можно мои дети сядут по правую и по левую руку от тебя? Я говорю, «Ты что, мама? Я вас хоть и уважаю, как мама, но вы что-то от мамы это не выказывали. Кто может сказать, где будут они сидеть по правой и по левой руке? В самстве». Он говорит, «Вы что, не понимаете суть, что эти вещи зависят от Бога? И не от того, что вы так любите своих сыновей, а потому что они должны любить Бога сами. Никто на вере своих бабушек, о которых мы обычно говорим, вот моя бабушка истинная верующая. Никто не пойдет узкими вратами, потому что у тебя мама или бабушка, да, священники были. Каждый должен будет туда зайти сам. Да, по твоей вере, что, что Христос сделал для тебя и кто он для тебя вообще. И так они постыжны будут за дубра, которые столь же может пленны для вас и поздравлены за сады, которые они сами себе избрали, ибо вы, вы будете как дуб, который, лист, которого лист опал. Вы будете как сад, в котором нет воды. и сильный будет отрепьем и дело его будет искры, то есть появится и исчезнет и будет гореть вместе и никто не потушит. Он говорит о подступниках и грешниках, что конец их погибет. Мы знаем, что блудный сын смог вернуться только потому, что удивительный глагол там написан, который не используется в русском языке пришедший в себя. Сиди, я сам открою, пришел в себя. Мы иногда говорим, что человек, который потерял сознание, мы говорим, он пришел в себя. Где мы еще используем этот глагол? Он пришел в себя. Ну, помогите мне. В медицине. В медицине. Он пришел сюда. Я тоже сказал, я говорю, где еще? Пришел в себя. Нет, если что-то потерялся, то мы не говорим, что пришел в себя. Мы разберемся, кем мы не используем эту глаголу, почему-то. Мы говорим про трезвел, да? Нам пришел в себя. Но это сознание, то есть мы должны понять, что из одного состояния человек пришел в другое состояние. Он из состояния комы, коматозного состояния, объединения или одурманивания, или наркотиков, или чего-то такого, что его затмило просто разум, он он пришел в себя, он проявился, он очнулся. Поэтому Библия говорит о том, удивительная метаморфоза или удивительное действие, которое произошло в нем, он пришедший в себя сказал, сколько у отца моего наемников напивают свою кишку хлебом. Что я здесь вообще делаю со свиньей? Я пойду домой. Он вспомнил, что в доме, оказывается, всегда есть хлеб. Иисус родился в каком городе? Он переводится как дом хлеба. А кто такой Иисус? Хлеб, шедший с небес. Хлеб, шедший с небес, родился в доме, который называется дом хлеба. Какая удивительная картина. Хлеб жизни. Да, он умер на Голгофе, который переводится как масличная гора, который говорил, как масличное место для пресса маслины, для того, чтобы из нее вытекло масло. Его жизнь потеряла, его тело потеряло кровь, и в этой крови как масли когда-то, которым мазали раны, которым там умощали, и многое выводили, и кровь его была наше время. Библия полна. То есть полна удивительных прообразов, которые просто не могут не потерять человека своей глубиною и Божьей тайной, которая для внутренних больше не тайна, а тайна для внешних. Поэтому, когда ты говоришь священное слово, оно для них закрыто. Итак, что мы видим? Что Бог говорит, что правосудие всем обратившимся и отступникам. Мы посмотрели с вами об отступничестве, которое было в жизни младшего сына, которое, по крайней мере, закончилось его покаянием, обращением, пришедшим в себя. Он сказал, я пойду и вернусь, ибо я не достоин называться сыном. Это последнее, чем я скажу в этой части цессии. И когда он вернулся к отцу, вы можете прочитать, что он не смог договорить до конца свою построенную речь. То есть у него был месседж. Я согрешил против тебя, против неба, прости меня. Я не достоин быть сыном, возьми меня хотя бы в число наемников. И когда он пришел домой, он мог сказать, я согрешил, я согрешил против тебя, против неба. И этого было достаточно, чтобы отец его прервал. Вот мы видим это осознание его, он согрешает в себя и говорит, начиная с правильной избави, которая, которая словом, которая признается стать плотием. Стать плотием. Он начинает действовать. Он начинает делать какие-то глаголы. Он свой глагол начинает производить. Он идет домой, он говорит, он падает, он наплачет, кается, и отец признает его чистым и живым. Мы как неевреи, и мало из нас здесь евреев, я вижу, не понимаем, что такое уход из семьи. Это значит, что сына или дочь отъявляли мертвым. Это происходит до сих пор. То есть, он для родства нашего мертвого. Хотя он и живет где-то там и что-то делает, но он считается мертвым. То есть, ни одна, то есть, никакая поддержка, никаких денег, никаких телефонных звонков. И вся родня признает его мертвым, вплоть до того, что таковым даже плювали в лицо. Вся семья должна была пройти, плюнуть или ударить и проразгласить свое вот такое пренебрежение выхода, если это было возможно. Если этого не было возможно, это дело даже без него. Все. И они отрекались. Поэтому те, кто принимает Христа среди евреев и аптодоксальных евреев, они рвутся всей своей родней, но приобретают вечную родину на нем. Ну и в лице братьев и сестер. Что происходит в жизни человека, отступника? Я не хочу говорить о некоторых глаголах, их довольно-таки быстро, поэтому быстро по ним, когда человек отступает. Поэтому хочу говорить на тему на тему о том, как отступник отходит от дома своего, как он оставляет отца. В жизни таких людей происходит или они живут в алчности. Поэтому первым было бы вот критерий это алчность. Мы видим, как в Бытие в 13 главе 10 стихе Лот пожелал того, что не соответствует воле Божьей для его жизни. То есть Бог этого ему не предлагал, но он это сам решил взять. Это похоже на нас тогда, когда мы видим, что Бог нам это не предлагает, но мы понимаем, что почему бы не взять. Да, потому что поскорее всего Божьей Ленов, вспоминаем Еву, и тогда увидел вот этот плод, и сказал, он Божьей Ленов, она посмотрела как Божьей Ленов, да, тем более она дает знание, да мы сами станем как Боги. И вот и через уши она в силу и была внушивую и открылись глаза в них обоих. Что для меня как бы перевозят одновременно. Итак, мы видим, как плод, который возвел свои очи, да, он в алчности своей, поджалочность переводится как корыстолюбие, стяжательство, скобидомство, такое интересное слово, серебролюбие, или жадность, или скупость, или неумеренная склонность к получению материальных благ. Неумеренная склонность, то есть человек не может контролировать свои желания, желание преодолевать материальные блага. Он увидел, что эта земля важнеленно, что здесь трава, вода, здесь все, здесь все у него сразу бизнес-план, у него малый бизнес-микро, у него макро-план, так у него все, у него уже заработали, я могу на этом заработать. Алчность приводит к умножению забот и попечений нашей жизни, ко внутренней злобии и замкнутости, потому что, когда тебе много денег, ты должен работать над другими проблемами, как их сохранить, приумножить, как бы их не выкрали, как бы их не украли, где их хранить, в каком банке, или в банке, либо вообще, потому что, чем больше денег, тем больше таких хлопок. Кто-то бы сказал, у меня хотят бы попробовать такую бы жизнь, то я не знаю, где бы их взять, то у меня тоже был вопрос, куда бы их дети. Но поверьте, что там, что там плохо, но пахать придется по-любому, или в доме отца, или в доме вот там со свиньими. Но там, где свиньи, вы сами понимаете, там ведь не только зал. Замкнутый, а также непрестанное, провоцирующий страх утраты, потому что ты можешь потерять то, что да, непосильным трудом, в кавычках, с тобой и заработано, гнев, возможность конкурентов и завистников. Да, ты начинаешь ненавидеть людей, потому что они конкурирующие, а первое. Да, или завистники, они все бродят в меня, они все гонят, они все гонят, только будут воспользоваться моим инфляцией. Второе. Это безбожие, безбожеское общество, безбожное, то есть без волка в голове, есть такое выражение, без царя в голове, люди, которые в безбожном обществе находятся, или привязанность твоего сердца, или принадлежение к заповеди. Так же. В идее 19, 26. Жена обернулась с лотом, чтобы посмотреть на то, что было дорого ее сердцу, и мы знаем, что она превратила в соляной столб, и единственное утешение было, это если ее проходящий верблюд мог бы лизнуть в ее утешение. Мы видим, как же на лот, обернувшись позади, стала соляным столбом. В идее 19, 26 я уже сказал. А почему? Потому что была дана заповедь ангелам. Когда вы идите оттуда, то спасайте свои души. То есть займись спасением своим. И потом было сказано, это 17 стих, не обрагайтесь назад. И ничего вас да не останавливает в этой окрестности, по которой вы идете. Спасайтесь на горы. Да, поэтому вы ищите корню. Сбирайтесь на эти горы. Понятно, что никто на горах не живет. Хотя все хотели бы залезть на Джамалун, на самую высокую гору. И люди залезают. А кто знает, сколько там трупов? То с одной стороны и с другой стороны этой горы люди, которые забрались, не могут слезть. Их там просто оставляют. По полу живыми. Потому что если ты будешь спускать другого, ты сам умерешь. Потому что у тебя самого нету сил. Человек, который готовился несколько лет, чтобы зайти на эту гору, в предгорье прожил около трех месяцев. Завлазил на другие горы, потому что туда поднялся можно только с масками. То есть кислородными. Когда он считал, что это есть все, что это как бы цель и пик моей жизни. То есть вот все, к чему он стремится. В большинстве тренера надо тренеру заплатить более 10 тысяч долларов, для того, чтобы тебя тренировали. И тренер бы сказал, ты готов или нет. За 10 тысяч тебе скажут, ты не готов. Понимаете? Я не понял, кто платит? Кто платит, заказывает музыку. Но не в этом случае. Потому что, потому что на кону твоя жизнь, а не твои амбиции. Люди, которые думают, что они все можно, они могут все, все в своей жизни. Он может позволить себе три самолета личных. Но он не может позволить себе взойти на Джамалу. Поэтому люди делают все, что он сможет, лишь бы только на него взойти. И вот один из таких людей, он прошел в Джамалу, сошел на другой стороне. И когда к ним подошли, они подошли и сказали, теперь ты герой, ты достиг того, что ты хотел. Потому что там попозже ты говорил нам, мы здесь с микрофонами, с камерами, что это и есть твоя цель жизни. Он сказал никаких интервью, герой не я, он мой проводник, потому что он ходит, он ходит в неделю два раза туда. Он герой. Никаких интервью. Величайшая депрессия. За 10 тысяч туда. За три месяца недосыпаний, холода, отмерзших пальцев и там и для других множество проблем. Ты не готов. Амбиции ведут. Что есть твой мотиватор? Какой бы ты ни моторчик, вот и работаешь, ты все это делаешь. Безбожеское общество. Из-за того, что было дорого, даже не она бегула, потому что там в холодильнике остался этот, ну, такого, Минск. Атлант. Там пылесос остался, Санцунг. Ковер на стене. Два кресла. Диван. Сервант. Задвигающиеся. И с мальчиком. Внутри лапочка работает. Внутри лапочка работает. Открываешь, и приедешь. И пах. Этого достаточно. Останься в маминнике. И в Новом Завете везде на место вспоминайте жену Лотова. А что вам вспоминать-то? Вы, что? На бараболу посмотрел, когда вы сказали, что вам понравилось. Вспоминать сердце. На что ты обращаешься твоего внимания? Когда это приходит заповедь, беги оттуда. Беги ты из этого общества. Беги ты из этой компании. Беги ты с этой работы. Беги ты от таких компаньонных, у которых только одно на уме. Что за друзья вокруг тебя? Что за круг общения? Беги оттуда и не оборачивайся. Она не смогла сделать. Третий страх. И любовь и чисто лидер. Матвея 26, 70 по 74. Кто-то отрекается от Иисуса, мы знаем эту историю, потому что испугался за себя перед ними. Да еще перед кем? Маленькая девочка, около 12 лет. Подходит. Ой, не знаю тебя, Петруша. У тебя тут же акцент. Ты тоже с ней? А то эти девочки, не знаю. Я никогда не был с ней. И написано, он клятву дам. Он сказал, что не знает. Клятву дам. Мамой клянусь. Все, зуб, зуб даю. Все, не знаю ее. Потому что, подумаешь, как это девчонка, кто это узнает, кто услышит, никто не услышит. Какая-то маленькая, здесь, пшикодявка, сапливая, стоит, перед на моем. А Иисус сказал, ты трижды это сделаешь. И когда пропелки дух, мы все знаем, как он напрекся. Но очень мало обращаем внимания на эти слова, когда он сказал после этого, когда ты обратишься, когда ты настаиваешься. Это вопрос не ты. Если ты, я лично так считаю, если ты больше 20 лет во Христе, это уже не ты. Если ты до 20 лет дожил сам, ну я имею в виду с Богом и ты остался в вере, это уже не вопрос тебя. Это вопрос не ради тебя. Ты, если ты 20 лет закалился, как закаляется сталь, на самом деле если ты Богу свою хочу смазать. Ну, как бы не было немножко сегодня. Если ты закалился, то, скорее всего, если ты 20 лет делаешь хороший сталь, то ты продолжишь до самого, до дня пришествия. Потому что это даже не нравится потом, что начавший в вас доброе дело закончить его до дня пришествия Христа. Иисус, Бог начал, Дух Святой начал в тебе работу, Он довершит ее. Потому что ты за 20 лет сказал, Господи, не я ты. Я разрешаю тебе массировать этот пластилин. Я длинно в твоих руках тебя сжечь. Поэтому он пройдет тебе. Это не вопрос тебя, Петр. Он говорит, когда ты обратишься, когда ты покаешься, наставь братьев твоих. И потом, он так и не понимает, о чем он говорит. И после его, после его возвращения, его явления по смерти, он отзывает его, начинает с ним беседовать. Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? И Петр расслабился. Наконец-то, Иисус, ты понял тем, наконец-то, ты врубился, что я люблю тебя больше, чем все они. Он говорит, наконец-то, ты понял, что я люблю тебя больше, чем все они. Он говорит, это пассивное колец. Не понял. Причем здесь бараны, когда мы говорим о таком возвышенном и высоком. И потом, он спрашивает снова, любишь ли ты меня? Он говорит, ну, естественно. Ты же знаешь. Он говорит, это пассивное колец. Петр как-то понимает, что он не дотягивает, опять, как много раз не дотягивал, что ему надо три раза объяснять немногие вещи, которые потом еще ему Дух Святой открывал помните, когда сходил это полотно с нечистными животными. И потом он спрашивает, вот третий раз, он говорит, любишь ли ты меня? И он говорит, Господь, ты знаешь все. Самый расширенный перевод этого места в описании будет следующее. Когда Петр отвечал, он сказал следующее. Иисус, ты ведь знаешь все внутри меня, и ты ведаешь, что внутри меня есть что-то, хоть и маленькое, но вот это маленькое действительно тебя любит. И когда ответ на этот вопрос, который был задан прежде, был правильным пред лицом Божьим, Иисус не изменив своей, своему видению и своей миссии, говорит, спасибо, это больше не ради тебя, дорогой Бог, это не ради твоего больше спасения, ты спасен, слава Господу, это ради тех, кто идет за тобой, это ради тех, которые еще наркоманы, это ради тех, которые только что пришли в церковь, это ради тех, кто ходит в класс для новобращения, это ради тех, кто ходит на Альфа-Курс, это все ради них, ты смог оправиться от своей болезни, исцелиться, пережить Бога, Его присутствие, Его славу, и слава Богу, но это не ради тебя. И тогда, когда Иоанну приходят и говорят, Иоанн, ты самый великий креститель, у тебя множество учеников, но мы увидели, что в твоем служении есть пролей, многие тебе оставили, ты теряешь в численности свои царки, они все бегут к Иисусу. Самое время сказать, «О-о-о, конкурент, о-о-о, эти пичи-пищаники, о-о-о, эти адвентисты, о-о-о, эти методисты». И Он говорит, «Этот окей, мне пришло время умоляться, а Ему возрастает». Кто в твоей жизни возрастает? Когда ты дойдешь до момента, когда мне пришло время умоляться, это не мне уже пришло время микрофона, это уже не мне пришло время играть и нажимать по сторонам. Мое время пришло умоляться, а Ему возрастать, потому что вы, ты обротившись в нас на братьев, ты останешься в подводе наставления, потому что ты сам понял, ты сам прошел через свои падения, ты прошел долиной этих гравлей, у тебя весь лоб в синяках, ты понял, что это такое ходить без Бога, ты понял, что такое отступничество, ты знаешь, что такое предательство, ты знаешь, что такое остаться без хлеба, ты знаешь, что такое, будучи христианином, отпасть или жить в грехе, и покаяться, и обратиться. Есть благодать для тебя, Божья. Есть спасение. Есть для тебя благодать. Есть еще милость для тебя. И Бог не закончил с тобой, но это уже не ради тебя. Это ради тех, кто идет за тобой. Это ради тех, которые Бог хочет спасать. Страх угодничества перед людьми. Апостол Павел говорит, о людей ли я ныне ищу выживание, или у Бога? Людям ли я собираюсь угождать? Если бы я и ныне угождал бы людям, где-то он намекает, когда он был среди первосвященников и искал, что им нравится, и я это буду делать, и буду делать сорвение, меня никто до нас не посылал. Я сам проявлю эту инициативу. Он говорит, я никогда не был бы рабом Христовым. Надменность. Следующий момент. Причи 16-18. Георгическое слово «хюбриз». В античной мысли это слово подразумевалось так. Дерзостный выход из-за пределы своего нахождения. То есть, то, в чем ты должен был достоять, быть, это все равно, что как чей собой, которому дал пост, и он бросил его, и сбежал оттуда. Вот что такое надменность. Безумие. Притязанность, которая равняется Богу. Когда люди хотят поставить себе ангел, да, мы видим, хотел поставить себя на вершину с Богом, надо даже построить еще выше свой престол. Каков результат надменности? Обманывается сердце человеку. Оно после этого сразу же ожесточается. Он говорит, что я каменное сердце, за меня был плотиным. Но если ты живешь надменности, оно снова превращается в камень. Оно производит тут же раздорок. Человек надменный не может жить без раздорок, потому что это пища. Слова надо кормить. Но это слон, когда-то был маленьким муреком, в котором можно было еще прихомутнуть еще в самом зародыше. Но ты вскормил его! И теперь он же разборбил твою хату. Потому что ему нет жить. А он ведь не только ест, он еще и это. Смотрите, сколько горьких он как в этом все. Производится раздорок, приносится посрамление. И он начинает сам, живет в сраме и других постановляет. Эгоизм человек с возвращенным сердцем, потому что эго-центр, он видит только себя. Что я могу с себя поиметь? Что я могу с вас иметь? Сколько вы мне дадите? И либо сколько я смогу вас обновить, чтобы нажиться? Само отречение есть эликсир и прививка от всякого эгоизма. И по-другому никак он сказал, отрекитесь от себя. Возьмите крест и следуйте со мной. Это и есть борьба с эгоизмом. Борешься с гордостью, начинаешь служить. Начинаешь подчиняться. Идолослужение. Бог сражался с идолослужителями и с идолопоклонниками. Весь ветхий завет и в Новый завет мы затащили то же самое. Своих идолов расставили Богу главного. Он говорит, только Господу Богу твоему поклоняйся и моему служит. Всякого рода непослушание. Мы вспоминаем ряд Саула, 1-я царь, 15-11. Жалею, что я поставил Саула царем, ибо он обратился от меня и слово моего не исполнил. Отвернулся от меня и перестал исполнять мое слово. Как только человек отворачивается от Бога, он живет в своем послушании, он послушается только себе. До тех пор, пока твое лицо обращено к лицу Божьему, ты живешь в послушании. И как только ты прекращаешь искать лица Божьего, начинаешь слушаться себе. Не послушаться никому человек не может, никому не служить не может, не поклоняться никому не может. Но все равно кому-то поклоняйся, все равно кому-то ты поднимаешь руки, все равно кого-то ты восхваляешь или самого себя любимого, дорогого, или кого-то плохого, или какую-то систему. Он смирил себя, быв послушным даже на крестные смерти. И поэтому, я объясню, Бог в войне от него. Он смирил. Это не Бог его смирял, поймите. Это не Бог его смирял, это не Бог его ввел. Он один раз его повел в пустыню, для того, чтобы испытать его. Но это Он смирил себя от того, что пошел на колгоф. А почему именно на третий раз пошел? Он служил три года с Хвостиком, да? Вообще, на первый год он полистал. На крест. А почему не во второй? Вы знаете, лет, наверное, пять или шесть назад мне пришла такая мысль, что именно на третий год, когда они сидели на Пасхе, а ровно год назад они сидели снова на Пасхе, с теми же учениками, и он говорит, все, пришло мое время, пришел мой час. И тогда дьявол пришел ему и сказал, давай не в этот год, давай в следующий. Ровно через год. Самое время. Потому что в течение этого года сколько ты еще сделаешь добра? Сколько еще можно учеником сделать? ободрить их? Осмелить их? Сколько еще чудес можно произвести? Сколько мертвых вернуть своим детям, вернее, своим родителям, мертвых детей? Сколько можно исцелить больных? Сколько можно освободить людей от проказа и от проклятия? Освободить от бессовской зависимости? Давай, Иисус, через год. На голковку. Но не в этот год. Иисус сказал, лучше для вас было бы, чтобы я ушел. Потому что, если я не уйду, Отец не пошлет вам в другой путь у Тешителя. Это он говорил о Боге Святого. Это он говорил о том, что каждый из нас может иметь пообетование и стать супер- и сверхъестественным человеком, носителем Бога здесь на земле. Исполнительным делаем Его воли. Поэтому, когда Иисус когда-то приходил, Он говорил, приблизилось царство. Какое царство? Ты же пришел. Просто какой-то парень, 30-летний, из Назарета. У тебя отец плотник. Что пришел рекламки раздавать, что новые тупы редки делать? Нет, вы не понимаете. Я принес царство, потому что внутри меня. Царство Божие внутри вас есть. Поэтому, когда он приходил, Он говорил, приблизилось царство. Ровно на сколько я приблизился к тебе, ровно на сколько царство приблизилось к тебе. Если ты его примешь, то точно так же, как оно вне для меня Духом. Божий, он обоим Духом Божьим тебе. Любовь к золоту и серебру. Любовь к деньгам. Объединение у дворских пунктов. Хотя это разные вещи. Мы видим Ахана в Иисусе Навине, который удержал заглядное. Вся золото скопал. Мы видим Иуду из Кариота, который носил ящик. И другие думали о том, что Иисус ему дает какой-то особый приказ. Он говорит, то, что ты делаешь, идти делаю из Кариота. И они думали, наверное, он должен пойти к каким-то нищим, там, деньги раздать ему или покормить их, там, хесбургами или еще булки раздать к нему-нибудь. А он уже говорил, что он где-то его предавать. И когда он ему давал хлеб, если кто-нибудь вообще думал, да, о хлебопреломлении, мы делаем это один раз в месяц. Это когда он подавал хлеб, он взял тот же самый хлеб, который мы делаем, это хлебопреломляем, преломляем, да, вот здесь этот чаш, и он говорит, и как-то он взял его и съел, вошел в него сатана. То, что вышло из рук Христа, разве это может способствовать тому, чтобы сатана зашел в другую человека? Из рук Христа, в руки твои, что-то перешло. И то, что перешло, с этим куском хлеба написано, вошел в него сатана. С этим куском, который только что был в руках Христа. То, что пришло от Христа, может быть способствовать для того, чтобы дьявол тебе дышал в уши. Потому что подобное подтягивает, подобное внутри, и Утро приготовил почву, и постелил красиво, и дьявол пошел туда. Тогда, когда внутри, ты к нему мой, как бы ты снаружи не одевался, ты к нему мой. Тебе станет только открыть рот, или просто произвести определенный глагол, и все увидят. Он приходит красивый, дарит цветы, шоколад. И говорит, я тебя люблю. Если ты меня любишь, давай пойдем переспим. Он говорит, какой переспим? Давай, пойдем распишемся. Он говорит, нет, не понимаешь. Я за тебя уже заплатил, я уже сводил тебя в кино, я уже опять потратился на шоколад. Ты же не понимаешь, я уже инвестирую, я хочу получить отдачу. А внутри гнило, он все приготовил, он для того, чтобы делать сам в него вошел. И для других, тот же самый кусок хлеба, сам благословение. Потому что внутри мы приготовили площадку для Христа. Мы приготовили, сказал Иисус, ты в один, ты царский. Когда мы берем, мы принимаем это благословение. И второй, который с нами же был, он принял, и дьявол вошелся, и он начал действовать. Тут же он понял, что можно еще немножко заработать, и теперь на самом Христе. Я продам его. Он бы не каялся потом, если бы он продавал его, зная, что он умрет. Он продавал его за 30 серебриков, зная, что он выкрутится снова. Иисуса столько раз брали, он уходил. И он уйдет снова, он как на лим, схватит за хвост, он же Сын Божий. А я подзаработаю на Христе, на братьях, на сестрах. Я возьму с них свою десятинку. Я пощупаю их немножко. И что мы видим? Сын погибли. Чрево которого раскрылось, когда он упал, и кишки его выбросились на эту землю. Как в Пророках было о нем написано. Любовь к этому миру, к нынешнему миру. И Павел пишет, Димас, он возлюбил больше этот мир, чем то, что сделал для нас Христос. Истинной причиной поступничества не желание уединяться, а желание прилепляться к мирской святению, которое улучшит только всеми. Нет времени уединения, нет времени читать Слову Божию, нет времени молиться. Потому что только начну читать уже спать. Нежелание быть послушан Духу Святого. Дух Святой побуждает что-то делать, но тебе некогда, у тебя тысячи примеров, почему мы этого не делать. Тысячи оправданий, нежелание исповедовать Христа как Господа, нежелание проповедовать людям, и нежелание ходить во свете, потому что дела твои тьма. Как я буду им говорить о Христе, когда я сам ворую? Как я им скажу о том, что нужно жить в чистоте, когда я в блуде? Я не могу нести свет, когда я сам являюсь частью тьмы. И все, что мне остается, это, так сказать, Господи, ты меня прости. Пусть они это делают. Результат отступничества – это потеря духовной силы. Это трофация. Ты трофируешься. Мышцы трофируются. Это потеря мира, потеря радости и счастья. И единственная радость, кто бы наполнил бы твою утробу, может быть, хотя бы рожки дали бы тебе. Но свиньи, написано, даже этого ему не давали. Ты даже этого не достоин жрать. Тучи недовольства, раздражения, ропот. Поиск какого-нибудь преткновения. Со мной не поздоровались, меня не обошли. Не так стоим, не так проповедуют. Пастор в дешевом костюме – нищий. Пастор в дорогом костюме – во, багаж нажрался на нас. На бедре ездит, ржава, колеса отваливаются. Ранища – да. Приехал на дорогой машине – о, побрал народ. Мы для вас и пели, и играли, и плакали, и танцевали. Все не так, все не так. Отступничество приводит к потере на гражданах в небесах. И такой человек написан, он увидит урон или потерпит урон. Многие христиане считают, что через отступничество можно потерять даже свое спасение. Результаты отступничества становятся видимыми, они становятся явными. Когда христианин удаляется от общения с Богом он теряет силу, покой, радость, счастье. В большинстве случаев он теряет свою уверенность в своем спасении. Люди начинают сомневаться, что они вообще спасены, что они христиане. Отступничество приводит к потере награды. И обетование, которое Бог дает отступникам, следующее, это написано в 8.14. Это момент, это конец. Я уворачиваю от падения их. Я возлюблю их по моему благоволению, ибо гнев мой отвратился о них. Бог будет врачевать отступников. Есть лекарства даже для таких. Сталин помолился. Субтитры создавал DimaTorzok